Субтитры создавал DimaTorzok 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 и опять возвращается к маленьким упражнениям, и опять идет к большим упражнениям, и так происходит бесконечно. Потому что мы делаем с вами вдох, выдох, то же самое мы делаем с вами простые упражнения, сложные упражнения. Простые упражнения, сложные упражнения. Правильно? Молодцы. Итак, сейчас мы с вами походим, правое плечо вперед, ручки вперед, и мы идем с вами приставным шагом. Просто идем приставным шагом. А вы слышали разницу между приставной шагом? Миша, помчал. Есть можно передвигаться шагом, приставным, а можно прыжочками приставления. Приставной прыжок это немножко другое. Сейчас мы с вами перемещаемся к приставным шагом, но левый крючок вперед. Так, хорошо. Молодцы. Ну что? Отлично. Итак, а сейчас мы с вами пойдем вперед, но будем делать это приставным шагом. Что это значит? Ручки вперед. Мы делаем шаг правой ногой вперед, левую приставим. Шаг левой ногой вперед, правую приставим. Поджимаем? Как и шили вперед. Сглядим за правильность. Нет. Соперка неправильная. Молодцы. Молодцы. Уберите, будет рюшка вонтаж. Давай, давай, давай. А вы сейчас пройдите, вот туда, вот туда. Молодцы. Это же упражнение, но мы делаем спиной. Левые шагули, правые приставим. Правые приставим. Руки выросыплены, вперед. Отлично. Готовы? Смотрим на меня и повторяем. Смотрите, что делать. Ручки вверх, на носочки встали. Ручки вниз, опустились. Вверх, на носочки, вниз. И можно такое упражнение делать, не останавливаясь. На носочки, опустились. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не мешайте этому делу. Проходи вот сюда. Вы там задеваете, встаньте по шине. Да, еще можно сюда, а вы сюда скачете. Так, а теперь мы немножко изменим упражнение. Посмотрите, расстрелим вверх, вниз. Вперед, в стороны расстрелим. Отсюда опустили руки вверх, вниз, вперед, в сторону. Вверх, вниз, вперед, в сторону. Вверх, вниз, в сторону. Вверх, вниз, вперед, в сторону. На носочки опустились. Вперед, в сторону. Вверх, вниз, 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 вперед, в сторону. Вниз. Вверх. В сторону. Вверх. Вниз. Вверх. В сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Не забываем, что мы поднимаемся и носочки опускаемся. Поднимаемся и опускаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. А теперь мы делаем следующее упражнение. Первое. Помните, какое упражнение делаете? Вверх-вниз, да? А теперь мы соединяем вверх-вниз, но еще будем немножко приседать. Посмотрите. Руки вверх, мы поднялись на носочки. Руки вниз, мы присели. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Спинку ровно держим. Не наклоняемся вперед. Вверх. Вниз. Молодцы! Итак, сейчас мы с вами научим очень важное упражнение для применения в нашей повседневной жизни. Как утренняя гимнастика. Как изучение техники дзюдо, сану, айкидо, карате. Как спортивно-соревновательная деятельность. И как военно-владная деятельность. Знаете, что это военно-владная деятельность для самой защиты? Спортивно-соревновательная для соревнований. Гимнастическая для зарядки внутренней. Готовы? Все видят меня? Окей, встали. Мужки на шею держать. Очень простое упражнение. Мы сделаем по частям, потом соберемся вместе. Самыми вместе. А потом сделайте самостоятельно. Итак. Начало правой рукой. Раз. Опускаем правую, левую. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Следующий упражнение. Посмотрите. Рука у вас поднимается здесь. Раз. Опустили. Вторая рука. Два. Опустили. Раз. Два. Готовы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два., раз. Два. Кто внимателен, тот замечает, как я делаю. Хорошо. А теперь другое упражнение, похожее на то, что мы сделали второе. Только есть разница в чем? Сейчас посмотрим. Кто мне скажет? Посмотрите, что я делаю. Раз. Два. Раз. В чем разница? В другую сторону. Точно. Это внутрь. А предыдущие мы делали туда. Нам не нужно. Правильно? Нам же мы делаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Молодцы. Раз. Два. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Если вы заметили, рука у меня. Обязательно пересекаются левли nephew тел. Обязательно пересекаются левли adds Два. Два. Раз. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Как будто мы снизу что-то встряхивали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Следующее упражнение похоже на это, но мы только делаем его внутрь. Посмотрите. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Итак, если кто-то был внимателен, он увидел, что у нас есть три. Раз, два, три, четыре, пять. Пять видов упражнений, которые имеют разные уровни выполнения. Вверх, середина и низу залей. Давай чуть-чуть. Повторим и соединим все упражнения. Сначала правой рукой. Раз, два. Сделали это. Теперь левая рука. Два. Теперь правая рука. Делаем четыре. Левая рука. Четыре. Правая рука внутрь. Пять. Левая рука внутрь. Шесть. Правая рука снизу наружу. Семь. Левая. Восемь. Правая рука снизу. Девять. Десять. Сколько у нас движений получилось? Десять. Точно? Десять. Десять движений. Правая рука снизу. Правая рука снизу. Правая рука снизу. Итак, давайте еще раз. Приготовились. Раз. Опускаем. Удумяем. Два. Опускаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Снизу. 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 С Десять. Еще раз вверх. Раз. Поменяем. Два. Три. Четыре. Внутрь. Пять. Шесть. Снизу. Семь. Восемь. Наружем. Десять. Еще раз вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А теперь попробуйте самостоятельно. Я так буду считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Девять. Десять. Хорошо. Итак. Теперь мы сделаем Вверх. Двух направлений. Вверх. Мы начинаем. Спускаемся вниз. И снизу поднимаемся наверх. Попробуем. Итак. Приготовились. Я с вами делаю. Вы за ногу. Раз. Это долго со мной стоит. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А теперь пошли наверх. Наружу. Раз. Два. Внутрь. Три. Четыре. Наружу. Пять. Шесть. Отлично. Вверх. Семь. А на верху восемь. Потому что повторять не надо? А на верху восемь. А на верху восемь. И так. Нет. У нас получается. Заверните. Да? Мы сверху спустились вниз. Мы сделали внутрь. А отчего мы пошли наружу. Поэтому у нас два упражнения ушли. Еще раз давайте попробуем. Готовы? Да. Делаем сверху вниз. И потом снизу вверх. Готовы? Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Внутрь. Девять. Десять. Наружу. Раз. Два. Внутрь. Три. Четыре. Наружу. Пять. Шесть. Вверх. Семь. Восемь. Ну что? А теперь попробуем состоять. Я считаю. Попробуем. Я не делаю. Просто вы делаете. Приготовились. Начали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Пошли на ряд. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Мы сейчас с вами сделаем формальный комплекс последовательности действий. Мы сделали много упражнений. Соединили их во что? В одно целое. Последовательность действий. Некольную комбинацию. Одно упражнение. Из него уходит второе. Из второго третье. Из третьего четвертая. Потом может возвращаться наверх. Опять спускаться вниз. И так это может продолжаться до... Здесь поднешно успеем. Точно? Ну что? Потом, иди сами сидят. Спасибо вам. Запомните это упражнение. Придете домой. Маме, папе, бабушке, дедушке. Покажите. И делайте его каждое утро. И вместе с ними. Договорились? А потом, когда мы к вам приедем, вы нам расскажете, получается, и у вас с мамой, папа, папа. Итак, а сейчас мы зовем в гости Владислава Александровича Махарова, который... Все готовы? Отлично. Теперь. Все, я попробовал, что ты бы сделает последовательность упражнений. Просто, чтобы вы понимали, что есть одно упражнение, есть второе, есть третье, есть четвертый. Их можно использовать в самостоятельной работе. Не только, чтобы вам говорил тренер, что вы делаете, а чтобы мы тоже пониманием получаем. Итак, встали. И на высочку прыгаем. Просто прыгаем. Руки раскладываем. Все знают это упражнение. Хорошо. Закончили. А то много прыгаем. Устаним. Теперь, как мы еще можем прыгать? Высший ходил. В начале занятия. И один ходили. Куда? Вперед. И куда ходили? Назад. Поэтому мы не только можем ходить, но и прыгаем. Вперед, назад. Вверх. Высший ходил. А как мы еще ходили? Мы ходили влево. Ходили влево. И мы можем прыгать. Прямо, справа. Ладно. А что, встали больше? Проверили спортсмен. Получается. Проверили спортсмен. Вперед. Вдох. Опустите. Стоп. Вверх. Вниз. Вверх. Стоп. Как делали? Я правильно запомнил? Да. Молодцы. Неправильно. Теперь мы с вами что делали? Шагаем. Правильно? Шагаем сегодня. Поехали. Сделаем шаг один. Сделаем шаг. И теперь что мы можем менять? Сделаем шаг. Сделаем шаг. Сделаем шаг. Сделаем шаг. Как называется? Горисков. Разнош. Прошу, хватит готовы встать. Теперь поставим немножко на шаг. Прошу, хватит готовы встать. Как мы еще можем делать? Прошу, хватит готовы встать. Нет. Многие раз скрестили. Многие раз. Многие раз. Многие раз. Многие раз. Многие раз. Многие раз. Сделаем шаг. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сделали. Отлично. У нас было, смотрите, одно упражнение, второе упражнение. И чтобы хотелось, чтобы у вас было третье упражнение. Ножки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Выбор. Ну что, попробуйте? Попробуйте, а вы попробовали. Вам показали последовательность движения. Это очень важно, очень важно. А затем показали, что мы можем перемещаться, чтобы вы знали, как перемещаться в пространстве. Вверх. Но сначала мы, конечно, ходим вверх. Вперед-назад. Вверх-право. Разношка. Ножницы. Жарки ничего. Вверх. И можно еще одно. Сделать как бокс. И еще вам показали. Сейчас я просто вам повторю. Позиция сельца. Сельца вверх-право сидеть прямо. Судор пришел из Японии, поэтому терминологию желательно тоже изучать. Это сельца. И мы делаем упражнение на спину. Белое. Белое. После этого мы сделаем. Ну, вернее, мы после этого делаем. И объединили эти два упражнения. И я вам дам еще одно упражнение. Не варяешь. А не варяешь. Тяну. Просто покажешь. И я вас что-то попросил. Не надо делать. Не надо делать. Чтобы знания у вас выделились, надо это как раз сказать. Хорошо? Ну да, тогда можно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И я вам покажет свои комплексы упражнений в последовательности действий. Спасибо. Ну, что от намеченного плана отойдем. Может быть, если вы будете хорошо совместены. С учетом упражнений, которые показали учителя, первым болевой прием на ногу. С внешней стороны называется «канаринка». Но только если вы будете хорошо совместены. А в начале мы продолжим расширение сознания, двигательное сознание, каждого из вас. И начнем с того, что мы на прошлом моем визите с вами говорили, беседовали о том, какие физические характеристики есть у человека. Физические характеристики. И борьба с узло, борьба с сан, айкидо уникальным образом сочетают в себе все эти физические характеристики. Помимо того, что вы должны быть умными, это понятно. Но мы сейчас говорим о физических характеристиках. Вот учителя, тренеры пока не подсказывают. Скажите, ребята, сколько всего бывает с физических характеристики у человека? Не подскажем. Десять всего. Нет, нет. Сколько всего? Пять, десять. Десять. Давайте начнем с пяти. Пять физических характеристик. Вот пять пальцев, пять физических характеристик. И нам с вами, и вам особенно, если вы хотите быть здоровыми людьми в первой лошади, а если повезет, то еще быть чемпионами, вам нужно развивать все пять физических характеристик. Какая первая физическая характеристика? Вынимаем руку и гладим. Сила. Сила. Да. Учитель не выдержал. Сила. Первая характеристика – сила. Все запомнили? Сила. То есть борец, человек, спортсмен. Чтобы быть здоровым, он должен быть сильным. Вторая физическая характеристика, хорошо? Выносимость. Выносимость, да. Если он будет сильным, то на первой минуте схватки он устанет, то на второй, на третьей, на четвертой, на пятой он проиграет. Либо, если мы говорим о жизни, то он поднимет руку, да, устанет и останется лежать и дальше не пойдет. Значит, первая – сила, вторая – выносимость. Третья – ум. Ум – это уже не физическая характеристика, да. Ум – это уже идет более тонкая, поэтому мы безусловно без ума никуда. Но мы сейчас говорим пока о первой классе, да. Третья – какая физическая характеристика? Скорость. Скорость. Молодец, Артем. Значит, получается сила, выносливость, скорость. Если мы будем сильными, выносливыми, но очень медленными, то мы в борьбе что? Скорость. Скорость. Поиграем. А если в жизни, то если мы не будем вызвать, то мы не отстаем на нашу область, да, именно там поиграем. Значит, три разобрали – сила, выносливость, скорость и четвертое – ловкость. Ловкость. Молодец. То есть ловкость – это можно другими словами сказать координациями. То, что нам показывали предыдущие учителя, особенно наш учитель Пайки Дор. Как зовут учитель Пайки Дор? Владислав Александрович. Сергей Сергеевич у нас очень известный, но учитель Пайки Дор Зудов. Вот. А сейчас он будет совсем лучше. Очень-очень. В инстаграме я смотрю сразу Субей Сергеевич и скажу. Потому что я подписывался Субей Сергеевич и тоже подписывался. Субей Сергеевич. Значит, первая – сила, вторая – выносливость, третья – скорость, четвертая – ловкость или координация и пятая – в качестве характера ума и гибкости. То есть, если мы будем сильными на короткие движения, на полсантиметра, то это тоже не про борьбу. В борьбе мы должны уметь гибкие делать упражнения. То есть, если и в ногах гибкость должна быть, мышцы должны быть растянутые, низокомплексованные. Мы не должны двигаться не так, как роботы. Там у нас должна быть легкость, гибкость. Какой из вас, например, может взять риел. Вот нас научили ворону, живут или ворону, живут два дня и таком упражнении. То есть, в прошлое занятие мы с вами ногами учились рисовать циклы. Давайте сейчас рисуем ногами, а потом руками. Мне кажется, что легче. Вот ногами циклы дальше рисуем. Один. Все-все-все. Два. Алло, риел, 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 риел. Три. Сколько ты рисуем? Да. Сематой. Сематой. Пять. Шесть. Немного! Семь. Восемь. Пять. 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 И десять. Пять. Пять. Десять. Пять. 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 И давайте про гибкость. Вот берем как гнил, да? И рисуем вот так вот. Рисуем вдруг. или с ноги Давай повторяй И в другую сторону И в другую сторону И в другую сторону Хорошо, молодцы Кто может повторить все пять физических характеристик? Руку подняли Так, слушаем внимательно Сила, выручливость, скорость, молодость в Египте Вот, ребята, если вы хотите То есть, если вы хотите быть здоровыми людьми, в первую очередь И, как я сказал, если повезет То хорошими борцами и чемпионами То вы должны, тренируясь, развивать все характеристики физических Понимаешь? То есть, если вы, например, как в прошлый, опять же мой визит Смотрите телевизор И не растягивайтесь И не делайте попытки сесть на шпагат Аккуратно попытки, да? Значит, вы не развиваете литкость Вот, если вы делаете зарядку Забыли отжаскивать и тянуться То вы не развиваете силу Если вы не бежите на тренировку А просто идете либо на автобусе, либо на машине Вы не развиваете выносливость И если вы плохо слушали тренера по Айкидо И не повторяете за ним упражнение Не будем повторять ни ваяжку, все другие То вы комбинациями будете развивать Да? Хорошо Если вы скорость, как мы можем скорость развить? Да, например, если вы А? Да То есть, если вы спешите литкость А потом взяли и 30 метров по скорости максимально Да, скорость развить Поэтому запомните У нас сейчас с самыми маленькими происходят занятия Запомните на всю жизнь Развивайте все пять физических характеристик И тогда вы будете развиваться гармонично Ваше качество развиваться гармонично Хорошо, первая часть мы закончили Теперь давайте вспомним о том, что Вся наша жизнь это общение Вся наша жизнь происходит в общении с другими людьми И в борьбе никак не исключение Поэтому Вот Хорошо мы Неваляши пытались крутить вдвоем Вдвоем И так далее Сейчас мы с вами Сделаем упражнение Их много Но мы выберем Самое смешное Самое забавное Но которое предполагает Что в жизни Нужно уметь доверять другим людям И полагаться на других людей Вот это упражнение мы сейчас С вашим тренером Георгием Попытаемся Сделать Он знает Наверное Мы друг другу встаем Спиной Берем себя вот так Да Вот Садимся на пол Вытягиваем ноги Вытягиваем ноги И наша задача Вместе с Георгием Потому что он мой товарищ Мы с ним вместе тренируемся Мы должны сделать что? Мы должны встать Это наша задача Если я встану быстрее его То он не сможет встать Нам надо двоимся Вот такая задача Поэтому Что мы делаем? Мы Я вам сразу расскажу технику Чтобы мы сэкономили время Нужно положиться на вашего товарища И упереться ему в лопатки Насколько То есть довериться ему Не тянуть на себя Кто сильнее А довериться своему товарищу И если он сделает то же самое И мы вместе по команде На раз, два, три Встаем Встаем Начинаем операцию друг на друга То мы встаем Вот давайте мы сейчас с Георгием попробуем Получишь у нас Раз, два, три Встаем Вот Молодцы Мы с Георгием молодцы Мы с Георгием Мы с Георгием Сели Я займу команду И вот мы встаем Раз, два, три Встаем Мы с Георгием Я тянусь И вот мы встаем Мы встаем Только Каждый уважает своего товарища Уважает своего соперника Доверяет ему Потому что если вы не будете доверять И беречь друг друга То вы будете тренироваться плотно Кто-то дренируется Или кто-то не будет вам помогать Да? Вы должны друг другу доверять Друг другу беречь Будут на друг друга полагаться И вот это упражнение Тактивно позволяет именно это развивать Раз, два, три Встаем Вот Молодцы Тогда давайте разобьемся по парам Разобьемся по парам Разобьемся по парам Нет Не знаю Все Все Так, почувствовали все Так, почему мы посмотрим Посмотрим сейчас Какая дружная команда Готовы выиграть друг вдруг в БЛЛ Да А, готовы? Готовы? 3 встаем 1 2 3 3 4 4 4 5 еще раз еще раз еще раз еще раз встаем 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 спина есть? спина есть? спина есть? спина есть? спина есть? так, все впервые раз, два, три, садимся взяли не примирю не примирю но помните что вообще в нашей жизни получается что шансы предоставляются в определенное время я уже говорил, что время если вы в определенный момент проболтали проболтали и вам тренер что-то показал и вы это не услышали то это только лишь на том что вы не внимательно слушаете если вы приходите на тренировку вы должны приходить учиться хулиганик может быть в битнесах а на нем нужно учиться понимаете? так же все ваши мамы и бабы хотят, чтобы вы были здоровыми когда вы бьете по улице мы вряд ли не тренировались но когда вы в хулиганике тренировали вы должны подвергнуть ногу руку ударить на шишу или еще раз и выпустить из тренировочного процесса на какое-то время в это время вашего тренера вашего друзья будут проходить приемы чему случится а вы не будете учиться и когда вы придете вы будете хуже чем ваши друзья давайте лечь друг друга давайте уважать и слушать мы сейчас Роман Георгиевичу покажем который сочетает себе и упражнение которое показывал Роман Георгиевич и упражнение которое он не показал потому что сочетает и упражнение наш тренер Пайпер Владислав Александрович но в следующий раз если будет слушаться я вам покажу очень эффективное упражнение и в таком исполнении которое даже не все это не раз знают поэтому давайте сейчас покажем слушайте внимательно в том числе значит с чего начинается с чего начинается общение между людьми и между борцами с приветствия мы желаем друг другу здоровья мы желаем друг другу приветствия проявляем друг другу уважение обмениваемся таким жестом как приветствия самбо это так так вы знаете но смысл этого действия почти один и тот же мы приветствуем друг другу мы поприветствуем Роман Георгиевичем друг другу сэнсэя теперь показываем упражнение что мы делаем мы сейчас произвели защиту да произвели защиту дальше я произвожу атаку на локтевой сустав дальше Роман Георгиевич понимает что сейчас будет локту плохо и переходит в атаку на другой прием который называется атака коленного сустава я вижу что меня атаку защищаюсь вот таким образом защищаюсь и делая зашагивание вы знаете зашагивание все отрабатывают на разминке вот у меня зашагивание и видите что станка происходит я наклоняюсь сюда чтобы не бухнуться назад и блокирую здесь вот таким подстоком блокирую здесь колено делаю болевой прием вновь очень эффективно очень интересно и сочетает в себе то что показывают тренера и то что вы делаете на разминке на разминке на разминке так делается умеете так делать давайте когда у нас есть тренировки забудем его такое упражнение у нас не будет включить или не забудем давайте покажем еще раз за второй прием без останавливств ну медленно ну как третий раз еще медленно а поясняем? нет я думаю что медленно все спасибо за это наш коллектив исследователей боевых искусств сегодняшний открытый урок закончен его основная тема это здоровье с лишним что это значит это значит что мы должны быть в первую очередь здоровы все упражнения выполнять только с одной мыслью что все упражнения должны быть направлены на сохранение нашего здоровья если мы будем с вами здоровы тогда фундамент оставшейся надстройки будет наименее наиболее крепкой то есть надфундамент здоровья фундамента человека вот ну и все я благодарю всех вас тренеров учеников Владислава Рустема Александра Ильич Гриньевич Гриньевич Венецкий Вы знаете такое? Григород Геряков 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 и желаем вам самого 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 отправиться на память мы сейчас сделаем маленькую фотографию Продолжение следует...